Кто сказал, что нет вареников в Италии? Есть вареники. Супов, скажем так, в Италии в ресторанах не наливают. Это правда. Вечер, наши хорошие. Мы нас обречили. Давайте сегодня затронем тему супы в Италии. Кто сказал, что нет супов в Италии? Да, супов, как таковых, нет. Вы правы. То есть, если вы, как в Италии, в ресторане, когда же они будут уже открыть эти рестораны, закажете суп где-нибудь в горах, вас могут еще понять. Но если вы находитесь не в горах, а просто в городе, не говоря уже о деревушках, скажем так, промелан, и ниже, супов, скажем так, в Италии в ресторанах не наливают. Это правда. Это правда. Но вы всегда можете найти и сделать такой запрос. Можно просто сказать, что вы хотите суп, но при этом учтите, обязательно помните, что у них практически каждый суп с макаронами. Единственный, который суп без макарон, это может быть рыбный суп. Да-да, ладзуппа, дзуппа фрукта деймаре, дзуппа со злаками, да, с чириалями, но всегда, практически всегда присутствуют макароны. Маленькие макаронки или большие, но присутствуют. Поэтому, если вы не любитель макарон, лучше предупредить, чтобы макароны в суп не клали. А вообще, в семьях супы кушают, типа, как пельменами, да, с равиолами. У них есть равиоли и броду, у них есть гороховый суп, суп из чечевицы, но при этом, при всем будут всегда присутствовать макароны. Ну, в принципе, это понятное дело. Как у нас в каждом супе практически присутствует картошка, у них в каждом супе присутствуют макароны. Причем, у них такой суп с маленьким количеством бульона, вот, то есть он не водяной, этот суп. Там больше макарон, чем самого бульона, поэтому имейте в виду это тоже. Они делают еще, достаточно распространено, министроны. Министроны, это как не то иное, как микс порезанных кусочками овощей и просто сваренных. Ну, и, конечно же, с макаронами. Потом у них принято пассата-пассата. На пассата это как пюре, овощное пюре. Вот овощное пюре, более-менее, скажем так, люди, которые более-менее спортивные, они часто употребляют. Ну, на юге, например, заметила редкое употребление супов, даже абсолютное отсутствие супов. Да-да, на юге, именно на юге Италии. Ну, конечно, там, в принципе, жарко, супов, как таковых, они в супах не нуждаются. Вот, поэтому, если вы приезжаете на юг, знайте, что там супов вам практически не найти. Что касается... Давайте поговорим сразу, затрудним тему, что касается вареников. Кто сказал, что нет вареников в Италии? Есть вареники. Даже очень, даже интересные, например, из известной марки Giovanni Rana, по-моему, шоколадные вареники. Очень вкусные, готовятся легко на сливочном масле, без воды. Ну, ложечку, две-три ложечки воды на сковороде, в растопленном масле сливочном. Две-три минутки. Вкуснятина. Вареники. Понятное дело, что вареников с вареньем или с творогом... Вареников с вареньем вы вряд ли найдете в Италии, но с творогом есть. И они кушают эти вареники с творогом как первое блюдо. То есть, это не считается десертом. Равиоли, коне, рикотта. Обычно вареники с творогом всегда с чем-то смешаны. Или с артишоком, или со шпинатом. Вот. Такие более-менее распространенные равиоли. То есть, вареники. Называются у них равиоли, коне, рикотта. И в основном оно перемешано с каким-то другим ингредиентом. Как же они готовят пельмени? В большинстве случаев готовят или со сливочным маслом и сальвия. Сальвия это такая специя, которая разогревается на сковороде в сливочном масле. Ну, буквально слегка, чтобы масло не подгорело. И дает такой аромат сальвии. Просто большое количество сливочного масла, растопленного слегка. Вот эти листики обжаренные слегка. И отваренные пельмени. Затем просто слегка обжариваются. Даже не обжариваются, а просто их слегка перемешать уже в сковороде в сливочном масле. И все, готово. Блюдо готово. Или же делают пельмени на бульоне. С любым бульончиком. Вот это тоже как бы считается у них как макароны, как первое блюдо. То есть, естественно, больше пельмени и мало бульона. Затем, может быть, даже они могут делаться на юге. Даже не только на юге. Равиоли используются и в томатном соусе. Да-да, в томатном соусе. То есть, как любые макароны, только вместо макарон, пельмени. Ну, тут уже зависит, как говорится, что внутри пельмени находится. То есть, соус для пельмени зависит от фаршировки самого пельменя. Ну, а там уже на ваш вкус и цвет. Вот. Так что, вареники и пельмени в Италии тоже существуют. Я вам честно скажу, мне пельмени русские, наши пельмени мне очень нравятся. Но я уже отвыкла от этого вкуса, отвыкла. Я могу раз в год себе позволить, чисто, чтобы вспомнить вкус. И детям, кстати, тоже мне нравятся пельмени, поэтому я иногда заказываю наших русскоязычных девочек. Они готовят очень вкусные пельмени. Заказываю у них и, как бы, раз в год, наверное, ну, может, два. Сейчас, конечно, немножко проблематично в связи с ковидом. Ну, как бы, нам не не хватает ничего такого. Поэтому, что касается сметаны, кстати, пельмени в Италии за сметаной никто не ест. Вот. Это может быть какие-нибудь клёски в сметанном соусе, сыр туда-сюда. Но пельмени со сметаной в Италии не используют, не употребляют. Вот. это моя дочка может в Робиоле со сметаной кушать, потому что она, когда приезжала в Беларусь, кушала пельмени со сметаной и ей нравится. А в Италии это, да, используют. Используют, но тоже, скажем так, как соус. Не просто сметана свежая, политая, а они его употребляют как соус. То есть, они ее немножко разогревают, добавляют, может, немножечко бекончика, вот. Добавляют немножко специи и в таком сметанном соусе могут подать Робиоле. А сметану, как таковую, просто живую сметану, они употребляют очень редко. Вот такие секреты Италии от Ольги и Фабио. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, рецепты, не только еды, рецепты жизни, рецепты любви, хотя не существует единого рецепта, ни для одного блюда, ни для одного человека, поэтому фантазируем, кушаем, живем и любим. Чао-чао. Чао-чао. живу? Си. Не, 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 weather, гирва! Не знаю, как это называется, русский рецепти? Си. Что там, Hmm, рискованый? Рецепти. Равиоле? Что там, в этом, ты посмотришь со мной. Скоро. Ваше. Си. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас попробуем вместе с вами. Посмотрим, что получилось. Салюты. Когда чихают в Италии, говорится салюты. То есть на здоровье. Будь здорова. В Сицилии используются вареники именно жареные. Жареные в масле. Внутри творог и посыпают сахаром. А мы сейчас попробуем вареники с шоколадом. Шоколадные вареники. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok